господа офицеру А наденуты избежу не аккордами веры Везде пою Те кто бросит карьеру Живота Свои люди подстороны Свои люди подсторонны За Россией народом свою Тем, кто вружил в Абдане Своей честь не сгадит Кто карьеры не делал От солдатских кровей Я пою официалам Матерей пожалевши Возвратив им обратно От живых сыновей Я очень рада, что в Беларуси Наши белорусские студенты Им не пришлось брать в руки оружие И защищать свои дома, как это делают Ребята из Донецка, из Луганска Могли они не пойти на эту войну? Могли. Каждый из них пошел на эту войну добровольно И как сказал мне сегодня Один молодой человек, ему 21 год Сейчас время сильное Это их время Я предлагаю посмотреть их историю Ах, война Что ж ты сделала подлая Стали тихими наши дворы Наши мальчики головы подняли Повзрослели Они И до поры Что 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 же это за общество Которое В Нужный для страны момент Не готово встать на защиту Своей Родины И что это за Молодежь Я Собрал вещи У меня был Подготовлен рюкзак с вещами Со всем необходимым И Я приехал сюда И стал добровольцем Родители Ну они конечно переживали Но Они гордились мной Очень Уважают этот поступок Конечно страх был Это чувство страха Перекрывало чувство Долго Перед обществом В котором мы живем Чувство долга Перед своей страной Когда я приехал На пункт сбора Очень Сразу Бросилось в глаза Огромное количество людей Приходили Кто так же воевал В 14 В 15 Много Опытных людей Поэтому А таких ребят как ты? Такие тоже были Тоже среди студентов Такие есть люди Мы отправлялись На полигон Обучались Стрельбе Из разных видов оружия Дали Каким-то Базовым Понятиям По строевой Подготовке По Медицине По Радиосвязи Я служил Связистом Ну вообще С началом Мобилизации С началом специальной Военной операции Это Случился Некий Разлом В сознании многих людей Особенно молодых людей Конечно Потому что Они видели Боевые действия Дуэтова Лишь по фильмам По компьютерным играм И Все это было Как бы Отдаленно От них Но С началом Специальной операции Получилось так Что они Попали в самую гущу Этих событий И Стали участниками И ощутили на себе Все это Допустим У меня есть Друг Сослуживец Он Говорит После того как Он принял участие В боевых действиях После того как его Демобилизовали Он больше не может играть Ни в компьютерные игры Ни смотреть фильмы Про боевые события Это было Харьковское направление В городе Изюм Нас привезли туда Еще В тот момент Когда Противник Находился в городе И В первый же день Мы приняли участие В боевых действиях Попали под обстрел Участвовали В Штурме Села Возле Изюма И Также Поскольку Противник Не считался Ни с какими Не то что потерями А с какими Либо Моральными Человеческими качествами Наносились удары И по гражданскому населению И наши медики Парни молодцы За это Большое им уважение За то что Параллельно с выполнением Боевых задач Они так же И успевали оказывать Медицинскую помощь Гражданскому населению Те дни Долго еще будут вспоминать Долго еще будут Сниться Всплывать в памяти Три месяца Три месяца Я уже прослужил И летом поступила Поступила боевая задача Отправиться на Новые боевые позиции Которые находились в лесу Лес под Изюмом Сразу же Попали под обстрел И далее Командир говорит Такую фразу Что Мы сейчас Двигаемся еще ближе К линии фронта До позиции противника Около 100 метров И дальше Вступаем в стрелковый бой Приезжаем Там были окопы Которые были вырыты Предыдущими людьми Которые там находились Залезаем в окопы Нам поставляют Снаряжение Нам удается Своими силами Подавить противника И заставить его Отойти От тех позиций А страшным Самым что было Для тебя там? Смерть товарищей По оружию Это Самое страшное Когда ты Говоришь с человеком Утром Вы Обсуждаете С ним Дом То Где он работал Как бы он рассказывает Про свою семью Про своих детей А вечером Случается прилет И Человека больше нет И Ты Вместе с другими Товарищами Выносишь его На погрузку Чтобы эвакуировать тело У тебя две награды За родную добрость Какова ее история? Да Это медаль Которую Мне вручил Союз ветеранов Российской Федерации Советник председателя Народного совета ЛНР Юрий Рязанов Вручил демобилизованному Студенту Института истории Международных отношений И социально-политических Наук Ивану Пацуле Медаль за Радную доблесть От Всероссийской Организации ветеранов Боевое братство И вторая награда За боевые заслуги Какова ее история? История этой награды Она также связана С выполнением Боевых задач В городе Изюм Необходимо было Пересечь переправу Которая Активно обстреливалась И занять Позиции На окраине села И далее уже По обстановке Нам необходимо было Постепенно Выбивать противника Из этого села И на протяжении Где-то Недели После того Как мы там Закрепились Противник Благодаря успешной Работе Нашего подразделения Был выбит Из этого села И там была Организована Наша оборона Меня отправляют В отпуск Я приезжаю В Луганск И мама Подбегает Обнимает И наверное Не отпускает Минут десять Вот Это очень Крутые эмоции Когда вот После того Как ты Сделал Реально очень Полезное дело Скажем так Для своего общества И встречать Родителей И понимать Насколько Они гордятся тобой Насколько Они гордятся Твоими поступками И понимать Что ты Хороший сын Своих родителей И своей страны Я учусь Успешно Сдал Вступительные экзамены Летом И поступил На первый курс Магистратуры В Луганский Государственный Педагогический университет Институт История международных И социально-политических Наук Нам сказали Кто Кто хочет Тот может поехать От военной кафедры Туда На линию боевого соприкосновения 21 февраля Нас собрали Мы Мы собрали Поехали Зачислили нас во вторую бригаду Народной милиции 24-го Нас отправили За реку Северский Донецк Перешли Двигались вторым эшелоном За основными боевыми частями Народной милиции Потом Продвигались За боевыми частями Непосредственно Потом Сами вступили В боевое соприкосновение С противником Мой батальон В частности Мой взвод Сейчас 9 марта 22-го года Штурмовали Штурмовали Населенный пункт Терны Под Это уже Донецкая область Мы заходили Выше Кременной По нам Отработали Украинское ВСУ Потом Выдвинулась Их техника Мы отступили Потом назад штурмовали В пешем порядке В таком Манере Прошел У нас Грубо говоря Первый месяц службы Потом Нас отправили Насыпать в Кременную Копали оборону На новой позиции Ну Выкопала себе Нурубо Окоп Для стрельбы С колена Потом Нам сказали Будешь спать в этом окопе Натянул палатку Ночью А у нас на татаков Спало два человека Ночью просыпаюсь Снится У меня дом Семья Радость А потом Ощущение Как будто в гробу проснулся В боевой обстановке Тяжелая ситуация была Когда ранила моего напарника Я тогда очень сильно переживал Потому что У нас был уговор Я следую за ним А он тогда ушел Ушел Быстрее всех Броник не надел Я тогда чувствовал себя виноватым За сутки до этого Его бросила Жена Занимались Форсированием реки И он на изгибе реки В самом пристреливаемом месте Занял огневую позицию Его ранил снайпер В руть Задело легкое Он выжил Он к счастью Выжил Сейчас с ним нормально Сейчас он Реабилитировался Продолжил работу В мирном направлении Молодой человек Там семья Жена молодая Не знаю Детки есть нету Но вся жизнь впереди А ты пошел на войну Честно У меня Отец Ветерана У меня потом Дядя По соседству Жил Занимался моим Воспитанием Он был Офицером Нынешней народной милиции Он был Командиром Минометной батареи Служилось так Что это Грубо говоря Это воспитание Семейное И когда мне Рассказывали Что служить Это обязанность Каждого мужчины Защитать свою родину И на основании этого Не знаю Это убеждения Такие Пошел защищать Грубо говоря Было тяжело Хотелось покинуть Эту позицию Покинуть армию Но я понимал Если бросил армию Ну тогда нам Начали выдавать Отпускные Ну Останусь дома Не вернусь Пацаны Тоже пострадают Их тоже дома не вернуть Хотя их ждут Дети Жены И я понимал Что надо И будет с ними до конца Да и кто если не ты У тебя тоже награда Да Что за она Расскажи Данная награда Мне была вручена На День студента В этом году Вот Боевого братства Сына своего Чему будешь учить? Его научить Самообороне Научить Чему-то То что может Приводиться В экстренных ситуациях Я думаю ему не будет Не знаю там Стыдно или неудобно В каких-то разговорах Когда они будут идти Про папу Потому что папа Пошел на войну Папа защищал Родину Я думаю ребенок Должен ордиться То что Его отец Его Ближайшее Морское население Были патриотами Защищали Родину Вот мне почему-то кажется Что своего сына Ты научишь тому же Все может быть Если это попадет Во фир Я хочу Отдать должное И сказать слова Благодарности Своему командиру Своим Однослуживцам Которые пришли со мной Новое Я очень им благодарен Если бы не одни Я бы мог бы и не выжить В студенческие аудитории Они вернулись другими Слишком взрослыми На груди Медали К утром Вот я проснулся Открывая глаза Отец Собирает вещи Ну и военкоманда Рюкзак Ну форму военную Все И вот он Ко мне подходит Говорит Пойдешь со мной Я такой Ну пошли Он говорит У тебя 10 минут Собирайся Ну я за 10 минут Собрался Едем уже А мама Еще даже проснуться Не успела Звонит по телефону Это ты куда уехала Я говорю Я уже возле военкомата Ну то есть она Не успела среагировать 19 марта 22 года Вот нас Перебросили в Изюм Я спрашиваю Командира А где здесь Ну противник А где наши А он говорит Ну вот смотри Вокруг тебя противник Мы в кольце А там узкая Да И узкая полоска Узкая дорога По которой мы ехали Это вот Скажем так Там где мы На очень большой скорости Въезжали Чтобы она не прилетела И вот мы приехали Только выстроились Только вот он мне это сказал И слава богу Прилет был рядом Ну Относительно рядом За забором И никто не пострадал На тот момент Потом начали набирать Инициативную группу Скажем так С каждой роты По взводу Добровольцев Чтобы перебросить На защиту Понтонных мостов В поселок Донецке Под изюмом Я брал этот Я вот сейчас Не представляю Как я это все нес Ящики С боекомплектом Там Под дыры Там лопаты Ну то есть такое Нам горели что Мы будем окапываться И отстреливаться Одновременно Ну то есть Мы ехали на самый Передок И в этот момент Слышим выходы Снарядов И в итоге Панамградом Прилетело Повезло что тоже Немножко промахнулся Противник Ну я вот это На всю жизнь запомнил Все выбегают С автобуса Я не успеваю Выбежать с парнем С одним И мы падаем На дно автобуса И прям вот эти Огонь через стекло Видно Осколки летят Очень страшно Вот ты лежишь И молишься Чтобы бензобак Никуда не прилетел А не рванул Противник по нам Бил чуть ли не Прямой наводкой артиллерии И минометами И 152 Ну то есть Всем чего было Вот мы просто Скажем так Благодаря Опыту командира Мы Остались живы Я лично Выносил на руках И раненых И погибших Парней Восемнадцатилетних Там якуты Кавказ Русские Ну то есть Разных национальностей Но они все Одинаково Молодые Перспективные И у них Жизнь долгая Должна быть Или должна Была быть Поселок Долгенькое Лес У нас там Случился первый бой Именно Боестолкновения Стрелковые В ходе которого Вот Парень Который До этого Вам давал интервью Ваня Проявил себя Достойно Взял Ну как РПГ Или что-то подобное Вроде как Польский РПГ мне говорили И выстрелил Подбил Танк противника Нужно было Ну я был Как место следиста Временно Ну там На одной из точек И нужно было Генератор запускать Чтобы его не слышно было Поскольку в лесу Были стрелковые бои Происходили И в любой шорох Любой звук Был бы услышан врагом И сразу открывался Шквальный огонь Там По этой дороге Проехал танк Российский Украинский вертолет Судя по всему Заметил этот танк Неуправляемая ракета Влетела в дом Возле которого я находился Вот Буквально В двух-трех метрах И нас там было Шесть человек Ранение получил я И еще один Мужчина Ему Мир позывной был Его эвакуировали Эвакуировали на Ативре Он как получил Контузию тяжелую Точно так же Как и я Сознание терял Тошнило Тяжело Осколками Немного Порешетило У меня спину У него В груди Осколок Немножко торчал И предлагали мне Эвакуироваться А я там остался Потому что понимал Что Парни Которые были со мной На позиции Без меня не смогут А связь Это очень необходимая На войне Колол себе уколы В подвале Ходил на ночное дежурство Надевал бронежилет На израненную спину Пожилого человека В госпиталь Награда Компенсация Жмуров не жалеет Оставшись Он возможно Спас чью-то жизнь Поставленные Перед подразделением Задачи Выполнены Но ни капли не жалею Поскольку солдаты Вернулись живыми Скажем так Потерь Как таковых Больше не было У меня Отец Воспитывал Что жизни людей Естественно дороже Чем любые деньги Любые награды Ну морально Было тяжело Осознать то что Когда то придется Скорее всего Отнять чью-то жизнь У меня есть пример Вот Парень После первого боя Его эвакуировали С леса В поселок И вот он Как Вот так зажал автомат Его заклинило Вот он сидел Вот так Вообще не пошевелится Не автомат у него Еле отняли Это может Каждый с этим столкнуться Что он Не готов К этому Я затрону немного Историю Становления нашей Республики Происходило это Еще с двухтысячных Там постепенно Там Помаранчевая революция Была Вот эта оранжевая Когда там Между собой Что-то не поделили Вершина власти Скажем так Начали Специально Убирать Русские слова Либо истинно Украинские Как ну Как говорят Чистый украинский язык Заменять иностранными словами Там Слова начали Перековеркивать В школах Начали преподавать Больше Скажем так Украинский язык Именно русский Больше угнетать Ну вот в моей школе Так было К сожалению И начали Вот эти памятники Ломать Ленина Многие сейчас пытаются Это забыть Но я допустим Никогда это не забуду У меня отец Ходил на защиту Памятника В своем городе Вместе со своими Друзьями Потом Ну как вот эти Ультрасы начали Появляться Так называемые Будущий там правый сектор Азов Именно националистические батальоны И Они Створили настоящий звер Как батальоны Издевались над мирным Населением Им было без разницы Дети Старики Там Матери Они Именно Мучили Пытались Издевались Над обычными людьми И они планировали Здесь тоже самое сделать Они ехали сюда На территории Для этого И у меня Отец Скажем так Как один из Первых боевых командиров Скажем так На тот момент был взвод Всего ополчения Так скажем У них по факту Не было Такого большого количества оружия До 2014 года Он был шахтером Грозом Вот он встретил Первый бой Был Георгиевский мост Возле Луганска Мне отец рассказывает Как они в этот бой пошли И в целом Как он происходил Я поверить не могу Что там было Там Вот он рассказывает А я вообще не осознаю Говорит там ехала колонна 40 единиц техники Там БТР Машины с людьми На Урале Военные Все же с оружием Все готовы вступить в бой А они просто Ополченцы Люди которые решили Защитить свою страну От вот этого беззакония И в итоге Вот они выиграли этот бой И потом были еще Долгие бои Под Георгиевкой Дальнейшие бои В дальнейшем Отец мой стал Командиром 4 бригады Формировал Чернухина Дебайцевская операция Это также его заслуга Он был командиром 4 бригады Которая входила В Дебайцево Первой В детстве допустим Когда вот События 14 года были Я хотел остаться с ним Подавать ему патроны Помогать чем мог Но мне было 13 лет Но он сказал Что останься с матерью Помогай ей И защищай брата младшего А в этой войне Он мне сказал Что после того как ты вернешься с войны Ты должен понимать Что жизнь поделится На до и после Когда С Харьковской области Были выведены войска Вот Я с ним тогда Увиделся Я не знал Что ему сказать И мне Скажем так Слова Не было слов Были одни эмоции Я его обнял И еле сдерживал слезы От радости Что он вернулся И вернул людей живыми Оттуда Мама была счастлива Безумно Поскольку Ну у нее Добавилось на голове Пару седых волос Так скажем Поскольку Три раза Ну У отца Взламывали телеграм И писали Что все подразделение Было Ну как Погибло Ну отец После этого В шутку Как сказал Ну как и в шутку И в целом Если говорит со мной Что-то случится Я тебе позвоню Об этом скажу Я другим не верю Так что ж такое война Война это Смерть Боль Потеря Война это Не сказочное мероприятие Там нету Скажем так Там проявляется Настоящая дружба Проявляются герои Проявляются трусы К сожалению И предатели Но при этом При всем Ну как Друзья Познаются в беде Вот это место Как раз таки Та самая беда Которая касается каждого Но тем не менее Вот каждый из вас Выбрал этот путь Встал в этот строй Понимая Что там и грязь И кровь И возможно домой уже не вернется Оставили студенческую скамью И пошли на эту войну Пошли защищать свои дома Все понимают Что если не дай бог Враг бы пришел сюда То пострадали бы наши семьи Есть какая-то надежда На то что все таки Мир вокруг изменится В лучшую сторону Вот мы сейчас стоим В том месте Где с началом спецоперации Собрались в том числе Молодые ребята В том числе студенты В том числе ваши студенты Ребята приходили Ну и разного возраста И разного настроя Что могут сказать За наших студентов По первому зову Все прибыли на место И в первый день все убыли Сказать что ребята Были вот Готовы к этому Нет К этому никто не был готов Было страшно Это нормально Но все пришли И все поехали За что это Большое уважение Я горжусь тем Что я работал с такими ребятами Также приходили дети У которых родители Участвовали в СВО Уже были мобилизированы Либо ранее служили Дети в смысле несовершеннолетние 15 лет просились Ну и И были картины Вот от которых Просто слезы Наворачивались на глаза Когда приходили люди Больные инвалиды И просились Хоть чем-нибудь Помочь на фронте Это реально картины От которых Мне взрослому человеку Хотелось платить Много ваших Пацанов С университета Пошли добровольцами Более 100 человек По-моему Порядка 120 человек Разные курсы Разные курсы Разные специальности Но военная кафедра Ушла в полном составе Я имею в виду мальчики Но вы их назвали мальчиками Почему? Ну потому что Все равно морально Они еще Ну не готовы Быть воинами В этом плане Поэтому все-таки Они мальчики Может быть со временем То есть пройдет Вот год-два Когда они осознают Что с ними произошло В этой жизни Вот тогда они могут Превратиться уже В настоящих именно мужчин Сердце болело До самого последнего момента Пока они не были указом Президента И не мобилизованы До самого последнего момента Потому что Ну я их воспринимаю Как своих детей У нас был один погибший парень И два тяжело раненых Уходит пацан Возвращается Там Несколько наград У него на груди В эти же аудитории Ну или уже в другие аудитории Там поступают Ну тоже смотришь Наверное как педагогу приятно Ну это потом Да Дело не в наградах Дело в их отношении К родине Отношение К этой жизни Что они именно Восприняли этот зов Пришли И добровольно Пошли на Ну и что немаловажно Что говорит о том Что ребята Являются все таки Действительно патриотами После того Как были демобилизованы Они вернулись И продолжили Учебу Чтобы выпуститься По сути Призывы На Службу Они уже не подлежат Имеется ввиду Срочной Службы Ну они решили Добить И как то строить Карьеру Завершить по крайней мере Начатое дело Это уже характеризует Их как нормальных Людей сформированных Которые Поставили цель И ее добиваются Вы как люди Прошедшие тоже войну С 14 года Вы давали какой то совет Честно говоря Я до последнего Был уверен Что и они не попадут На фронт Сейчас О многих вещах Сожалею Что многого не сказал Многого не сделал Что можно было бы уцепить Да и опять Когда их Они уходили Говорили что они будут На второй линии На третьей А реально Попалось так Что ребята были Именно на переднем крае Иногда в самой мясорубке Когда говорится Поэтому есть И погибшие И раненые А как думаете Что они там пережили Об этом Сложно Говорить Я вспоминаю Своего деда Который Прошел всю Великую Отечественную Отца Который Прошел Никто Ни о чем Не говорит Там не о чем Рассказывать Все ребята Эти герои С большой буквы Студенты Луганщины И Донеччины 18-19 20-летние ребята Когда было нужно Они взяли в руки оружие И пошли Защищать свои дома Кто-то Вместе со своим отцом Кто-то Вместе со своим преподавателем А кому-то Примером И настоящим По сути Отцом стал Воевой командир Все эти парни Герои Атрицеры Атрицеры Ваше сердце По прицелам За Россию И свободу До конца Нет Не прячьтесь Вы Будьте Высокими Не Жалейте Ни пуль Ни гранат И Себя Не щадите Вы И И все-таки Постарайтесь Вернуться Назад 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 영